Кабан, иди домой. Я в женском туалете, ребята, наконец-то открыта тайна, что-то происходит. В смысле сауна? У вас есть сауна? Хочет общаться. Да, плохой дом, согласен, Даша. Здравствуйте, ребята, мы находимся во Флориде, в Форт Лаудердель. Это небольшой городок недалеко от Майами, или большой городок, не знаю. Мы сегодня в гостях у ребят и хотим показать вам апартаменты, в которых живут ребята. Потому что мы показывали свои какие-то апартаменты, в том числе и флоридские. Но здесь такой прям интересный домик. Показать, что здесь вообще есть, за что здесь платят деньги. Покажем вам холл, довольно интересный, кстати. Покажем вам еще какие-то сюрпризы, чего мы еще сами не видели, но они здесь есть. Пойдем прогуляемся. Так, у нас есть экскурсовод, зовут ее Оля. Девочка Оля, это наша подружайка по тюрьме, да. Ну, те, кто смотрят стримы, знают, в чем суть. Вот этот район в городе Форт Лаудердель. Буквально еще не очень давно, практически не был застроен. Сейчас очень активно устраиваются. Так все новые билдинги. Это новый вагон. Это ваша новая машина, я знаю. Да? Вчера купили. Нет, ребят, без шуток, все равно они купили. Вчера купили машину. Ребята, вторую. Сейчас здесь хорошо развивается, иди сюда покажи. Вот это, видишь, на госкребов высокие дома. Да. Это даунтаун. То есть, там прогулочная улица, ривер, можно гулять вдоль реки. Очень много хороших ресторанчиков, очень вкусных, красивых. То есть, ну, тут минут 15-20, наверное, пешком. Практически мы у центра. Практически у центра. Сколько населения в Форт Лаудердель, не знаешь, кстати? Не знаю, но смотри, вот здесь, наверное, где-то или в марте, или в апреле, еще был Красный Крест, маленькое такое здание, видимо, давно не использовалось. Снесли? Они расчистили вот эту всю площадку, его снесли. Ага. С апреля они уже здесь все вот подвели, и уже все эти сваи, у них очень быстро строятся дома. Просто космическая. Ну, здесь, конечно, спрос сумасшедший, поэтому, наверное, и... Да, у нас вот там стосторонный дом, мы заехали, он еще был в процессе строительства, и буквально через полгода устаться. Вот так вот здесь на первых этажах у нас живут люди, у них полно... То есть, у них отдельный вход, получается, да? С улицы можно зайти домой. Вроде бы, как бы не воруют, но у меня у клиентки недавно с похожего балкона недалеко украли цветы. Может быть, кто-то пьяненький. Это были алоэ. Цены здесь, в принципе, в среднем, наверное, такие же, примерно, как в Майами. То есть, сейчас однокомнатная квартира, вот в таких средних нормальных билдингов, две, наверное, две двести, две двести, четыреста и так далее. Ага. Ну, вот были на Саусбече 12 тысяч за обмотку ездили, и тоже это не самый дешевый вариант. Есть еще и дороги. Вот это два наших здания, это было первое построено раньше. Ага. Вот второе. Ты заехала сразу во второе, получается? Да, мы туда заехали, на картах его еще даже не было, там стояли какие-то, знаешь, маленькие домики на гугл-карте. Вот два с половиной дома, дому лет. Два с половиной года, получается. Значит, заезд в гараж, внутри шесть этажей парковки. Раз выход, два выхода, то, что у нас, да? Да. Тут гарбич, приезжают машины забирать, мусор. И там же обычно забирают. А, ну, в принципе, такой же принцип въезда в гараж, да, как сейчас выезжают? Абсолютно одинаково, мы можем пользоваться всеми формами и одного из первого здания. По поводу парковок. Одно место бесплатно, кому-то бесплатно, у кого-то, у соседей у нас 50 долларов. Второе место стоит 200 баксов. Нормально. А муж у меня купил пермит вокруг дома на год за 75. Вообще нормально. Разве за 8? Ну, гараж, типа, поспокойнее, все равно как будто не было. Если тебе хочешь, покажу фотографию, у нас на прошлой неделе скинули в чат дома у человека, вкрыли машину, вот, вот это сверху видишь, штука над дверью. Ну, я понял, да, арку, короче. Валход, там все вот так вот вырвано, в таком же закрытом гараже. Вот это холл нашего второго здания. Холл второго здания, мы начали с ним. В первом, в втором стоят кофейные аппараты, до часа дня, пожалуйста, можно как бы кофе без сладки. Так, ребята, объясню для тех, кто не в теме, кто не был в Америке. Холл подразумевается в смысле, это подъезд, ребят. Ну, москвичи наверняка знают, как бы мы регионы не всегда. Это, ребята, холл, то есть вход, вход в подъезд начинается отсюда. Здесь есть некий ресепшн. И здесь просто для жильцов могут встречаться с какими-то людьми, не обязательно домой водить. Могут встречаться в такой локации. Могут сидеть работать, ребята, некоторые за ноутбуками сидят, работают. Вот, пожалуйста, пришел с ноутбуком. Или, как в нашем случае, со стримом. Кстати, залетайте на номинации стрима, у нас там интересно. Есть такая зона, пожалуйста, как библиотека, книги. И тоже это все для жильцов вообще без проблем. Пользуйтесь. Пойдем дальше. Это только первый этаж подъезда. Или как здесь говорят, холл. Подожди. Здесь что? Здесь какие-то замки, локер. Там, видимо, начинаются играться парты. Здравствуйте, Даша. Пойдемте в лифт. Там шестой этаж, бассейн. И тут шестой этаж, бассейн. И оба дома, до шестого, дом полностью внутри парковка. После шестого этажа дом разделен на две части, потому что бассейн. Поэтому с двух сторон лифты и там, и там. Подожди, они соединены, нет? Нет, они не соединены. Мы через дорогу перешли, полно от лунка против друга. Просто одна компания, но два дома. Осторожно, не падайте. Везде всегда можно попить водички. Делать это вот так вот очень просто. Нажимаешь педальку, пьешь водички. Машина, ты можешь Даше передать, если кто-то на минуту? Да. Давай. Конечно. Женский туалет. Пойдем вместе посмотрим. Здесь в скалер, в туалет. Никого нет? В женском туалете нет. Я в женском туалете. Ребята, наконец-то, открыта тайна, что-то происходит. Ого. Сауна. В смысле сауна? У вас есть сауна? И мы до сих пор в ней не... В смысле хотите? У вас есть сауна, и вы молчали? Мы здесь второй день, еще не... Мы не молчали, пожалуйста, сауна. Там, кажется, что в туалете... Это в... Я так и понял. Я никогда не был в женском туалете. Ну, в принципе, все видно. Электрокамин. Кто-то только женский. Кто-то заходит. Нет, никто не зашел. Ну, здесь только женская. В мужском, скорее всего, мужская. Но я там не была. Не знаю. Сейчас посмотрим. Тут есть душ. Для... Ну, для того, чтобы сауной вышел, сполоснулся. Да. Ну, горшок у вас, вроде, обычный у девочек. Бедей нет. Бедей нет. Да, да, да. Ой, вы в мужском еще не были. У нас там бильярд и девочки. Так что не надо. Открываем таймер. Мужской... А, это не мужской. Мужского нет туалета. Ни слова нет. Дискриминация, короче, началась. В зал здесь комната для йоги. Там телевизор. Как выбирается, любые занятия, заниматься, ход каждый день приходите заниматься. Да. Мячики, мячики, мячики. Так, что у нас здесь есть? Тренажер раз, два. Какие-то тренажеры, еще тренажеры. Беговые дорожки. Макс, всем здрасте. Здесь, пожалуйста, телевизор с вело. О, я бы здесь залипал на самом деле. Можешь сходить посмотреть, если сауна в мужском? Полюбался, нет. Я бы вчера в мужском. Так, у меня мужской туалет. Там нет никого. Ну, пока бегло никого. Ну, мужской туалет. Мужчины знают, как выглядят. Тут особо нечего показывать. Это просто, ну, общий туалет, как бы, для спортзала, для всего. Да, она теплая, но мне надо на ленюшке сидеть, потому что мне не видно застекло. Ладно. Вот у меня все присутки. Не, никого нету. Но тут тепло. Свет горит. Даша, ты понимаешь, да, как меня ставить во Флории теперь, да? Да. Пофигу, сколько это стоит. Все, все вы говорите. Так, мы выходим на... Мне кажется, Оля специально повела нас во Флории. До 100%, да. Это типа внутренний дворик, получается, да, как бы? Ну, на 6 этаже, да, вот, бассейн, спортзал, вот там, вон, вон, вон. А там, по-моему, это, сколько это называется, прият? Так, есть, пожалуйста, лежанки. То есть, это, ну, это никак не отдельно не оплачивается. Все для жителей здесь, которые арендуют квартиры. Здесь вот живут люди в этих, получается, квартиры, окна у них выходят, типа, на внутренний дворик. Так вот выглядит общий фон внутреннего дворика. Зона барбекю. Пожалуйста. Пришел, мяско пожарил, посидел, пивасик там, то как. Есть даже холодильничек. Есть даже морозильничек. Я его сломал. Починить по-русски. А, это просто шкафы какие-то. Есть, видимо, это лед был должен храниться, мне кажется. Лаунс. Сейчас, девочки, подсеку воду проверю, чтобы все работало. Все работает. Отлично. Вот тут написано, Лаунс, по идее. Тут ремонт. Тут ремонт. Пошли, ребят, спрос, пойдем. Ну, здесь типа... Ну, пока ремонт идет. Праздновать, короче, праздники. Реструм. Ну, ладно. Мало места. Надо минусы какие-то найти. Возможно, не откроются, но там бильярд. Геймс. Здесь именно здесь темпорий полз. Они тоже ремонтируют, куда-то красят, да? Да, там полностью идет ремонт. Ну, ладно. Там бильярд был. Теперь идем к нам. Мне кажется, в вашем корпусе поприкольнее. Долг. В общем, я на вашу бин-бинку и от сауны поставлю, и все. Ну, общей сауны нет, получается. Ну, войдите вдвоем в одну сауну. Там будет кредит, куда кто-то входит. Я резко хожу. Не, ну, тут как? Мужскую... Я была никто не любит. Если мужчины в этом плане всегда френдли. Если мужчина живет в девочковую сауну, девочки будут возмущаться. А если девочки живут в мужскую сауну, все будут happy. Вау! Он хочет дружить, он хочет дружить. Он хочет общаться. Hello, my sweet. Hello, how are you? Bye. Bye. В нашем билдинге, чтобы заехать жить с животным, ты должен нести 500 долларов в невозвратный депозит. А, ну, короче, просто подарить 500 долларов. По сути, да, но если ты оформляешь emotional support, то ты ничего не хочешь. Это один раз? Вау! Что ты ему оформляешь? Нет. Нет? Emotional. Что-то эмоциональное. Что-то надо поддерживать. Что-то все хорошо. Нет. Смотри, я взяла кота. Я написала онлайн врачу, значит, главное там не переборщить, чтобы тебе не стали выписываться антидепрессанты. Ну, я говорю, я так скучаю по родным, у меня дома коты. Они мне выписывают, что это код для моей эмоциональной поддержки. И с этой справкой они меня обязаны брать во всей гостинице. Они не берут никаких депозитов за животное. То есть я в первый год за 100 долларов ставку, а сейчас она меня не дала. О, тут чарджер, да? Интересно, а для жильцов платный или бесплатный чарджер? Бесплатный, да. О, вот это удобно. Выход 3,5, выход 5-дюрочный. На данный зарядка 5-дюрочная. Ага. Надо покупать переходник. Переходник просто. Но, смотрите, ребят. Два года назад заправляла Теслу. Средний чек у меня был 20 долларов. Мы заправляла я им где-то раз в неделю. То есть 80 долларов, по-моему. Ну, да. Сейчас у меня уходит на обычный бензин, там где-то 120, но я их не купила. Ну, то есть идея в том, что ты купил электрокар. Ну, там переходник, если нужно. И по сути колды. И у тебя, по сути дела, фри. Чарджер. Бесплатная зарядка. Забрать что-то из мебелей. Да, да. Вот осталось маленькое. Это все, пожалуйста, приходите. Шредер. Столик. Ну, на помойку зайти, ребят. Ну, как бы не без этого. Бампер, пожалуйста, от машины заходите. Очень даже и да. Это технические, короче, помещения. Плюс стресс какие-то. Но, согласись, запах для мусорки нормальный. Да здесь нет захода. Это мусорка, смысл? А-а-а. Здесь большие ворота открываются. Иди сюда. Вот стоят баки мусорные. Все, что с кажей скидывается. А, у вас же мусоропровод. Да, вот это мусоропровод. Ну, не воняет. Даже не пасут. Нет, да. Я думал, просто какая-то техническая заезда, переезда. Дальше тут, видишь? Мне кажется, мы по помойке идем. Ну, высоко, да. Вот лифт открывается. С двухсторонно-то куда? Да. Вестибюр. Нет, виза еще не вестибюр. Написано. Там написано вестибюр. Это парковка. Паркинг уже вашего. Да, вестибюр. И с той стороны такой же выход. Вестибюр. А ты помыть можно? Да, можно помыть. Пропылесосить машину можем. Нам надо срочно пропылесосить машину. И помыть можно? Да. Тоже зарядка. Кто-то пищит, ребята, извините. Пищит у нас специально-то такая фигня. Вот здесь паркинг. А, где мы сегодня должны стоять? Да, мы сегодня туда идем стоять. Это подъезд. Пожалуйста, тоже зоны там для каких-то встреч и всего такого. Митингов каких-то. Ну, митингов, в смысле, это встречи. Коридор. Коридор в подъезде, ребят. Пожалуйста, здесь хочешь... Ну, мы с Дашей вчера, когда ходили, смотрели, шутили. Хочешь сегодня стрим вот в этом цвете, сегодня стрим вот в этом цвете, сегодня стрим вот в этом цвете. Да вот это, по сути, дело подъезд. Также, пожалуйста, туалеты. Ну, просто туалеты в подъезде, короче. Вай-фай, наверное. Ну, там особо совет нечего, там выход к лифтам и вход в апартаменты. Что-то про пузатого Макса говорили, я слышал. Ну, я говорю, что слишком тесно вот так вот отсидеть, потому что неудобно. Да, плохой дом, согласен, Даша. Отличный дом. Не, много зомби, а... Как это у нас, там, отборки, или что? Вот, а, так, и вот эти зоны. Здесь тоже, пожалуйста, здесь сиди, работай. Это, видимо, офис отдавленный, вот эта вот кофем-машина тоже, про которую я говорила, бесплатный офис утром. А, ну, там оплата какая-то. Нет, ты утром до часу дня приходишь, берешь кофе бесплатно. А, это удобно. В то же время часу дня, там, может, долларный кофе не покупали уже миллион лет. Вышел с дома, взял кофе, поехал на работу. А, да, вот, кстати, это, видимо, как сказать, офис дня, я не представляю, где что, старт. Третий этаж? Да, должно быть ливеном. Ну, что, пойдемте арендовать. Одна бедрум, одна бас-рум, две четыреха. А, ну, наша дорожка. Вот она, с Дэном, ты у меня спрашивал, что такое Дэн. Вот комната без окна. Без окна. Да. Ну, летом такая же цена и была, две четыреха. Ну, что, пойдем арендовать дальше. Две четыреха. Вообще подарок, еще месяц бесплатно дадут, а если выпросим, то и два. Вот, пожалуйста, тоже комната. То есть, пожалуйста, садитесь, как бы общайся, там с кем-то встречайся. Это подъезд уже непосредственно Олиного, ну, Олиного дома, где она живет. Где мы сегодня ночевали. Здесь надо вот это вот, бах, валим. Ну, пружинка же там, конечно. Пружинный механизм. Пойдем дальше, все, показывайте дальше. Это елка во Флориде, плюс двадцать восемь сегодня. Это оловянный солдатик, видимо, я не знаю. Тут тоже ресепшн, да, фронтез. Фронтез, да, потому что, это же вечером мы иногда часто сидим в охране. Ну, это не мешает, или у нас ободаватель. Ну, это очень не пилая. Это тоже, типа, зона, как... Ну, ну, да, это зима, в музее, в короче, сам был удобен, чтобы получить в банк, на котором мы сидели, да? Давай, давай. Ага. Ну-ка, затестить. Точно. Кайфно, кайфно? Мягко. Ну, ладно, откисайте, короче. Хестить я не буду, я толстый. Зеленая травка, естественно, искусственная, книги, пожалуйста, живые, не бутафория. Присаживайтесь. О, слушай, вообще кайф. Нормально для стримов? Сюда приходят посылки, почта. Это у нас, где получать посылки, 524-020. Приходит код, ты расписываешься, получаешь, спасибо. Получаешь удобку, место, где приходит посылка. Бам. Здесь мы предложим расписывать, где чьи посылки. Ну, удобно. Пока вы смотрите, я буду... Здесь товар, на несколько тысяч долларов, ребят, просто вот так. Подожди. По-любому. Да, это какие-нибудь украшения. Айфоны и все такое прочее. Слушай, ну, у нас на двору писали люди, что они... Мы просто как-то забираемся. Было дело. Просто так на выбор, разумеется, погнали. Пойди, еще чуть-чуть покажу, пока я ковыряю всем посылками. Нафиг, закрыл их там, они теперь не выйдут. Так, продолжим. Такой вот прикольный декор. Декор, металлические какие-то, ну да, металл, штуки, доступ в гараж. Снеки продаются. Ну, снеки уже продаются, стоит, наверное, что-то там, типа по доллару, не знаю. Это таблетки, которые мне выписал доктор, и мне их из аптеки каждый месяц просто присылают по почте. Прикольно. Вот так мы забрали, тут какая-то, что это? Это просто... Чем-то надо было забить, да? Живой уголок. Живой уголок, точно. А это лестница. Поднимемся выше. Отдадим посылку. Алиэкспресс будет. Ты с Алиэкспресс заказала? Конечно. Покажем апартаменты. Так, ребят, учитывайте, что сегодня здесь ночуем мы, поэтому здесь немножко бардак. Наш матрас, на котором... Вообще, он у меня всегда чистый. На самом деле, это действительно так. Но так как, видите, тут наши вещи накиданные, все такое прочее, там он Леха чилует, там выход... А, ну мы сейчас и выйдем, да, точно, я забыла. Это кухня. Мы здесь сегодня едим. Кто-то сегодня пьет. Во все апартаменты входят. Стромок, холодильник, стиральная машина, сушилка, посудомойка. То есть это все стандартно во всех бизнесах, куда бы вы ни заехали, у вас не будет мебели. На мухне будет всегда. Да, с посудомойкой, со сраковиной, со с микроволновкой, плитой. Мебель на первое время можно с тобой взять бесплатно, вообще без проблем. Здесь, естественно, стиралка и сушилка. За... Ну, убитый станок, я всю квартиру обставила, в двухкомнатах, когда только приехала. Да, ну мы были же там, да, довольно старые. Ну, я просто искала, но на сайте безоглазные всякие штуки. Пошли на... Пойдем. Там спальня, ну мы не будем туда заходить. Здесь ванна, ванная комната, туалет, кошачий туалет. А вы, кстати, еще не были у нас в квартире. Большая, большая вся эта история. Прошлая, да. Что, можно показать? Да, да. Ну, правда, тоже тут у меня... Это типа мастер-бэдром. Это все мы раскидали, мы переехали. Вот окно, которое выходит как раз на наш дом. Ну, сейчас мы покажем. Заходи, заходи. Здесь все в обуви ходят. Это у ребят типа чил-зона. Ну, сейчас мы в пати увидим. Мы сегодня отсюда стримили, кстати. А здесь этот стрим называется сокамерники. Стой. Стой, раз-два. Открой шкаф. Покажи большой, большая шкаф. В Америке. В Америке не может быть мало вещей. Саперта. Так, мы выходим с апартаментов. Выходим на чил-зону. Наш кальян стоит вон. Ребята, вот здесь свой личный барбекю. Наша плиточка с углями там. Я покажу, ты должен лист вам. Да, покажи. Это сетей зонтик, который расправить могут только сильные независимые мужчины. Да. Ой, ребят. Вот, это лежать для сильных независимых. Все сломалось. Смотрите. Потому что у них классно. Вот здесь вот заросло. Да, у них все подзаросло здесь. Что классно. Так, пойдемте сейчас немножко зайдем в джим. Побесим чуть-чуть людей, которые там занимаются. Пожалуйста, водичку попей. Джим. Да, можно в воду набирать, бутылочку. Синемайзер, воду можно набирать. Вот там вот тоже слом для фитнеса с умным зеркалом, который показывает видео. Вес. Пока оно не работает. О, а йога. Там что? Там помещение для йоги просто. Да, вот с этим с экраном. С экраном, который показывает тебе, что нужно делать. А, прикольно. То есть, экран покажет. Ну ладно. Понятно. Все, вышли, зашли. Я много буду ночью. Я вот просто так не надеюсь. Как в отелях. Выйдите, выйдите, найти не найдете. Как в отелях? Как в отелях? Здесь деньги больше, намного. Вот эти. Там с камерой, пожалуйста, больше полежите. Не облизывай только их дашь. Просто, ну, полежи, смысл от слова лечь. Спасибо, что вы разговариваете. Да. Кирдык, кирдык. Мы выходим на... Опять снова на бассейн. О, кто-то купается. Вот здесь вот такие вот комфортные мешочки, когда вы. Да, здесь. Когда солнышко с компьютером пришло. Можно прям закрутить, включается освещение. Ну да, сейчас еще прям не совсем вечер, поэтому... Можно прям уединиться. Бутылочки. Да, кстати, можно закрыться шторком. Так выглядит билдинг. Выглядит дворик. Внутренний дворик, так скажем. Здесь также у ребят... Вот, вот и свет дали. Спасибо. Биль, пожалуйста, раз-два, стол, в любое время. Ум, а декомерс-свенсерный? Да, этот... Он газовый, по-моему, я не помню. Я не знаю. Ой, как будто как будто фундамер нажарили. Это просто флорит, это просто жарко. Вот, пожалуйста, тоже, да, для жильцов мяско пожарить. Еще раз мяско пожарить, помыть все, что надо. Пожалуйста, стол большой, сидите, отдыхайте. Ну, типа, жарьте барбекю свое. Здесь у нас одно время бесплатно йога проводилась по фрезам. Вот эти вот всякие львушки, камни раскидывать, там, что, деревяхи, вот это вот. А, ну, американская тема, да. Типа, короче, искусственный газон. Вот так. Типа, смотрите, вот туда. Ну, раз пошла такая пьянка, вид. А, это вот даунтаун, кстати. Даунтаун, даунтаун, это типа центр города. Даунтаун, это центр города, считайте. Да. Все кондиционировано стоит, маслает. Здесь у нас аэрохоккей. Ремонт. Здесь стоит, знаешь, 500 долларов на мероприятие, если хочешь посидеть в компании. Компания это от 3-х килограмм. То есть, короче, 500 долларов стоит. Да, ну, мы приходили с ребятами, сидели, играли. Там мы заняли, не на стол, не знаю, сколько и тысячи. То есть, короче, если прям с компании-компании приходишь, то окей. А если ты пришел там один вдвоем, то... А, если ты пришел в 4 часа, и футбол будут смотреть, что-то никто не сидит. Пожалуйста, тоже зона для готовки, что-то там, вон, пожалуйста, холодильники, да. Да, вот на лык шауру снимаем, на всякие где рождение, правильно? Чтобы, короче, не дома отмечать, чтобы никакие помещения не искать, типа для проведения... Для проведения... Да, это для проведения праздников, просто здесь же, в своем же доме он организовал, поставил, позвал соседей, друзей. Он не работает. Он не работает. Во Флориде это, кстати, популярная тема, у нас тоже не работал нигде. Это электро, и, кстати, мы здесь застряли в первый день, но дверь нужно держать, она изнутри, не знаю, как и может быть, открывается, нас открывали. Есть штекеры, мак, у нас все... То есть они стоят, штекеры есть, розеток, нигде... Но уже так красиво. Вот этот дом строился, когда мы заезжали, то есть его построили... Короче, ему год. Меньше, чем за год, вот это все вот только-только отстроили. При нас еще строили, поздравили. Идем дальше. И это еще, ребята, не все. Я, честно говоря, уже устал, не знаю, кто до этого момента досмотрел, напишите, Макс, я досмотрел до этого момента, про котором ты сказал, что досмотрел до этого момента. Здесь зона тоже отдыха, посидеть, посидеть, большой телевизор, посмотреть, 1.05, сеть, я да покажу. Все, хотите, смотрите футбол, хотите, смотрите YouTube, спасибо, Макс. Здесь туалет. Я интерес. Просто темно, сауны нет. Еще два барбекю, соответственно, здесь мини-гольф. Мини-футбол? Да. И все такое прочее. Здесь, вон, кто будет? Ящерицы бегают. Осторожно, ящерицы голодные. Вот океан, вот эта кромка идет, где дома, они все идут, где ящерицы, вон океан. Короче, ребята снимают свои апартаменты за 2.700. У них месяц вместе с билами. Билы, это типа коммуналка. Вот, ну, как вы, может быть, видели, 2.400 есть варианты снять. И все это, все, что мы вам показывали, входит в стоимость. То есть, пожалуйста, пользуйся, плавай, жарь барбекю, ходи в спортзал. Все это входит в стоимость. То есть, это не какая-нибудь дополнительная плата. Ну, кроме как вот этой, может быть, комнаты для вечеринок, да? Хотя, я думаю, что она настолько непопулярна, что, ну, в плане, не настолько сильно забито, что можно как-то и договариваться здесь. Кажем, где истерик, просто забирайте спасибо Максу Матриске. Мы едем на 12-й этаж, смотреть, что кинотеатр. Да. Нормально. Там кинотеатр и огромный стол, то есть, мы там сидим. На столке играем, мы Новый год там 2 года назад отмечали, все-таки, ну, короче, смотрим, кто там на столке играет, кто-то ест, в общем-то, а сейчас все решились. Пойдем, поедим. Пойдем. Ну, я, честно говоря, уже устал досмотреть все. Очень быстро проваливается. Хир лаунч. Я тоже на парте в чьи-то. Такая пухлая золотая. Какой-то. Какой-то. Что-то теплый лаунч какой-то. Во-о-о-о. Вообще прикольненько. Туалет наверх, наверх. Наверх. Ага. Знаете, тут есть всякие... Сейчас, альпотека на туалет интересный. Всех включатся вот здесь, понимаете, вообще. Где? На туалет. Странная дверь, да. И ручка наверх. На туалет. Ну, красивый, да. Да. Эти кресла, я когда на них Новый год села, ногу назад, они крутятся. О-о-о, вообще нормальные. О-о-о. О-о-о. Ребята, супер классный, супер классный. Вот кальянчик, да? Вот некуда поставить. Кальян некуда поставить. Не, не, не. Вот если бы еще можно было кальян здесь ставить, вот я бы наверное уже переезжал сюда. Опять куда-то идем, ребята, за что же это такое? Я тебе говорю, тут камеши ходить. Нас не выпускают, все. Все нафиг, все сломали. Сейчас посмотри, сейчас тебе придет счет на открытие дверей. Бил. Кстати, замена потерянного ключа, вот такого, 350 долларов. Он стоит 2 доллара, блин. Я знаю. И мы, кстати, один такой потеряли, но за счет того, что мы на трансфер мы переезжали из одной квартиры в другую, а Лена пораслили. Так программатор стоит какие-то там 8 долларов для них, что-то такое. Или 18 долларов, точно. Ребята, я реально хочу спать, прикинь. Знаете, как это хорошо? Мы плавались, находились. Что-то мы погуляли, мы пойдем, сейчас погуляем, все растряслились. Все чуть-чуть подрастрясли, они еще мясо хотят жарить. Я хочу просто лечу уснуть, спать. Мы опять куда-то едем и это не спать. Оставьте меня в кинотеатре, я включу себе уральские пельмени и буду спать там. Мы не стучали. А, слушайте, он закрыт. Вот так спорт лаунж. Ну, по факту, там ровно точно такая же комната. Просто... Просто заходи. Я сейчас тебе объясню. Вот смотри. Вот так заходишь, кресло, покерный стол и бильярдный стол. Монтажер, ты знаешь, что он будет сделать, да? Ну, слушай, на самом деле, они не закрывают иногда. А мы Новый год... Это форт Лодердейл называется. Флорида, штат. Тепло, круглый год, лето. Летом жаркое лето, зимой не жаркое лето. Как-то так. Чем занимаются ребята? Ребята занимаются... Кстати, Оля занимается тем, что она делает... Ногти. Ногти. Да, маникюр. Вот. Алёха муж. Чем занимается? Алёха муж. Алёха просто муж, всё. А этого достаточно, да. Вот. Посмотрим, что будет через год. Ба-а-а. Ба-а-а. Пока-пока. Вы себе красавчики. Пишите ваше мнение. Расскажите, что ещё снять и показать. И, конечно же, лайки. И репосты. Самое важное. Отложите кому-нибудь этот ролик. Кому это будет интересно от меня. Отдельное спасибо. Пишите комментарии, я всё читаю. Пока-пока.